Доброе утро всем тем, кто только присоединился к нам. Вы смотрите программу «Наше утро» и мы ее ведущие Дмитрий Солдатов и Тарина Хазова. Прямо сейчас будем переходить к серьезным новостям. Благотворительные фонды России написали открытое письмо президенту Владимиру Путину в Совет Федерации, Госдуму и еще нескольким адресатам, в котором указали на нехватку препаратов для лечения онкобольных, и в том числе и детей. Как обстоит дело с обеспечением лекарствами нуждающихся пациентов в Челябинской области? Об этом сегодня мы поговорим с Евгенией Майоровой, уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, свою подпись под обращением к президенту поставил и Челябинский фонд «Искорка». Мы в свою очередь знаем, что по сообщениям из Телеграма в Челябинской области запаса лекарств хватит на три месяца. Каких именно препаратов не хватает в нашей области? На самом деле детей лечат разными препаратами в целом по стране. Есть дефицит из 26 препаратов. У нас, к счастью, благодаря тому, что вообще про дефицит мы узнали не сегодня, ситуация начала быть острой еще в 2019 году. И, конечно, Челябинская областная больница детская, они делали все, чтобы забрать всевозможные остатки, провести все процедуры закупочные и обеспечить наших детей всеми препаратами. Сейчас у нас наблюдается дефицит препарата «Этопозит». Он применяется для лимфон, для опухолей, в том числе головного мозга и других заболеваний. Ну вот я вчера разговаривала с руководителем фонда «Искорка», и у них есть надежда на то, что еще есть возможность «Этопозит» купить. То есть понятно, что это не ситуация, это не стабилизация такая серьезная, которая бы говорила о том, что все хорошо. Но дело в том, что это и не уровень нашей области, отдельно взятый или еще какой-то, потому что не у кого купить. И есть проблема не только в поставке препаратов, есть еще проблема и в качестве этого препарата. Ну не этопозит, а вообще в целом препаратов. Поэтому наши дети обеспечены. А почему вообще возникла такая проблема, такая острая нехватка препаратов? Ведь они далеко не дорогостоящие. Ну вот в этом и проблема. На самом деле еще несколько лет назад прогнозировался этот коллапс для лечения онкобольных и взрослых, и детей. Это связано с тем, что зарегистрированы низкие цены на эти препараты, и, соответственно, фармкомпаниям просто невыгодно их поставлять. И, соответственно, вот мы к этому и пришли, что у нас не готовы выходить на рынок компании, поставляющие эти препараты. Кроме того, у нас есть закон третьего лишнего, когда не может компания зарубежная принять участие в торгах, если есть не менее двух компаний, которые входят в таможенный союз. Поэтому вот эти все проблемы, они привели к этому. И, соответственно, сейчас принимаются, мы видим, экстренные меры, возобновляется производство препарата Винкристин, вносятся изменения в законодательство. Но мы рассчитываем на то, что ситуация в целом по стране, она будет, конечно, меняться. Такая нехватка медикаментов, чем она может грозить пациентам? Ну, это прямая угроза жизни. Дело в том, что вообще успех лечения онкобольных детей, он во многом стал возможен за счет единообразия лечения. То есть протоколы, по которым лечат детей, они единые. Есть там, например, Москва, Берлин, да, когда мы понимаем, что и за рубежом у нас в России детей лечат по одним и тем же протоколам. Но когда мы говорим о том, что разные препараты, то и эффективность может быть совершенно разная. И, конечно, когда лекарств вообще нет, они в этих протоколах не подлежат замене. Это значит, нужно менять протоколы и отказываться от доказавших свою эффективность схем лечения. И, конечно, это прямая угроза жизни. Но, к сожалению, вот у нас, я не очень сама понимаю, почему нужно было столько времени ждать и дождаться вот этого коллапса, этого кризиса для того, чтобы вот так резко начать что-то делать. На самом деле, конечно, в сентябре и председатель правительства Российской Федерации внес определенные изменения в законодательство, позволяющее определенные препараты покупать по другим правилам, которые бы позволили обеспечить наших детей и по всей стране жизненно важными... Но мы в любом случае надеемся, что это случится, и как можно скорее для того, чтобы не возникало угрозы для жизни маленьких пациентов. Мы напоминаем, с нами на связи была Евгения Майорова, полномоченная по правам ребенка в Челябинской области. Что ж, будем следить за развитием событий, связанных с этой ситуацией, потому что проблема действительно серьезная, проблема есть. И успокаивает только одно, что уже какие-то действия начинаются для того, чтобы решить возникшую проблему. Мы будем двигаться дальше, придем на следующую рубрику, которая называется «Фейс-контроль». Давайте смотреть.